Перед началом просмотра просим вас подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайк под видео. Нашей команде будет приятно ваша оценка и мы продолжим трудиться в данном направлении. Каши являются источником энергии и питательных веществ благодаря содержанию углеводов, белков, витаминов и минералов. Они обладают способностью быстро насыщать и оказывать долгосрочное чувство сытости, что делает их отличным выбором для завтрака или перекуса. Вместе с тем, стоит учитывать, что калорийность риса наивысшая среди злаковых культур составляет 360 ккал на 100 грамм продукта. Из-за своих оболакивающих свойств жидкая рисовая каша рекомендуется при нарушениях пищеварения, однако не рекомендуется для тех, кто страдает от запоров. Белый рис не рекомендуется для диабетиков и людей с проблемами вен и артерий, его употребление может спровоцировать образование камней в почках. В отличие от белого риса, все остальные виды риса являются полезными для практически всех. Бурый рис богат витаминами и минералами, способствует регуляции сна, успокаивает нервную систему, улучшает состояние волос и ногтей, стимулирует активность мозга и помогает вывести из организма лишнюю жидкость. Именно бурый рис часто рекомендуется диетологами для тех, кто стремится похудеть. Красный рис, хоть и является самым калорийным, обладает ценными свойствами. Он способствует выводу холестерина из организма, полезен для людей, страдающих диабетом, улучшает состояние кожи и поддерживает здоровье сердца. Черный рис является мощным помощником в укреплении иммунитета, улучшении зрения и борьбе с анемией. Благодаря очень низкому содержанию натрия, он рекомендуется для людей с заболеваниями сердца и почек. Пшеничные крупы содержат глютен, поэтому они не подходят для людей с непереносимостью. Кроме того, с точки зрения питательной ценности, они не являются особым источником питательных веществ. Самым витамином из пшеничных круп является булгур. Он изготавливается из сердцевины пшеничного зерна, которую обдувают паром, а затем высушивают на солнце, чтобы сохранить максимальное количество питательных веществ. Регулярное употребление гречки рекомендуется косметологами для поддержания молодости волос и ногтей. Особенно ценится зеленая гречка, которая является природным антиоксидантом и источником омега-3 жирных кислот. Эти свойства помогают защитить организм от процессов старения, стабилизируют уровень сахара в крови и нормализуют артериальное давление, способствуя здоровью и красоте. Подготовка гречки по рекомендации диетологов включает замачивание в кефире с вечера или запаривание кипятком без варки, чтобы сохранить максимальное количество питательных веществ. В 100 граммах гречневой каши на воде содержится 105 килокалорий. Кашу часто подают с добавлением оливкового масла, сухофруктов или овощей. Употребление гречки обеспечивает долгое чувство сытости и при этом поддерживает бодрость. Предостерегая от возможных негативных последствий, стоит отметить, что не всем рекомендуется частое употребление гречки. Людям с проблемами пищеварения, почечной недостаточностью, склонным к образованию тромбов и страдающим язвенной болезнью желудка следует употреблять гречку с осторожностью. Поедание гречки в больших количествах или монодиеты на ее основе может вызвать головные боли, хроническую усталость и замедленную реакцию. Рисовые страсти. В рисе содержится уникальный комплекс витаминов группы В, несравнимый с другими крупами. Эти витамины играют ключевую роль в поддержании здоровой нервной системы, кожи и обмена веществ. Однако большинство питательных веществ находится именно в оболочке рисовых зерен, поэтому меньше полезных элементов содержится в белом рисе. Калий, также присутствующий в рисе, содействует здоровью сердца. В гречке также содержатся важные нутриенты, такие как рутин и кверцетин, которые укрепляют и очищают сосуды, что особенно ценно во время восстановления после операции и в период беременности. Гречка содержит обширный спектр минералов и витаминов, включая железо, медь, кальций, калий, фосфор, йод, цинк, фтор, молебден, кобальт, а также витамины группы В, витамин Е и органические кислоты. Рутин, присутствующий в гречневой каше, способствует выведению излишней жидкости из организма, что делает гречневую диету популярным выбором для моделей и спортсменов в период сушки. Овсянка является настоящим спасением для пациентов, страдающих гастритом или язвой, так как положительно влияет на слизистую оболочку желудка, снижая риск вздутия живота и болей. Овсянку лучше употреблять два раза в неделю, даже у людей с отличным здоровьем, чтобы избежать переизбытка. Если исключить из каш масло, сахар и сладкие фрукты, они могут стать идеальным диетическим продуктом, который поможет поддержать здоровый образ жизни и контролировать вес. Диабетикам не рекомендуется употреблять ее из-за быстрого усвоения углеводов, что может вызвать резкий выброс инсулина. Пшенную кашу рекомендуют включать в рацион при заболеваниях сердца, в том числе после инфарктов и инсультов. Благодаря своим свойствам по очищению организма, пшенную кашу включают в рацион людей, прошедших лучевую терапию, и ходят легенды о ее благотворном воздействии на костную и суставную ткани. Пшенка богата белком, витаминами группы В1, В2, В5 и важными макро- и микроэлементами, такими как железо, фтор, магний, марганец, кремний, медь, кальций, калий и цинк. Эти элементы помогают улучшить состав крови, поддержать работу мозга и нормализовать обмен веществ, имеется информация о том, что пшенка способствует улучшению перистальтики кишечника, помогает бороться с запорами и уменьшает жировые отложения. Рекомендуется употреблять ее с молоком утром и на воде вечером. Калорийность пшенки невысока, всего 103 ккал на 100 грамм крупы. Однако диабетикам рекомендуется варить пшеную кашу только на воде, а также стоит помнить, что пшенка может затруднять всасывание йода, поэтому при заболевании щитовидной железы не рекомендуется употреблять ее слишком часто. Людям с повышенной кислотностью желудка, язвами или гастритом, а также с заболеваниями почек, подагрой или кальцинозом, следует быть осторожными при употреблении пшеной каши. Однако, не стоит полностью отказываться от этого полезного продукта, учитывая его множество пользы для организма. Рекомендуется ограничить потребление пшеной каши одним разом в неделю. Булгур содержит примерно 350 ккал на 100 грамм продукта. Лучший вкус булгура достигается при прожаривании на сливочном масле, но это может повысить его калорийность до удвоенного значения, что не подходит для диетического питания. Обработка пшеничного зерна для создания крупы включает в себя удаление отрубей и зародыша путем шлифовки. Это приводит к потере большей части питательных веществ, и в итоге остается менее полезная часть зерна, которую перемалывают. Каши, сделанные из такой крупы, обладают средней питательной ценностью, и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта их употребление может быть запрещено. Манная крупа готовится из наиболее очищенного и мелко перемолотого пшеничного зерна. Ее калорийность составляет примерно 340 ккал. Углеводы из манной каши очень быстро превращаются в глюкозу, поэтому ее не рекомендуется употреблять диабетикам и людям, склонным к ожирению. Манка противопоказана детям до 3 лет, однако фитин улучшает состояние связок, поэтому манную кашу рекомендуют пожилым людям. Кус-кус и манная крупа сходны в том, что обе состоят из мелко перемолотой пшеницы и обработаны с добавлением муки. Пшенка, известная также как каша из топора, представляет собой крупу, которая обладает более крупными зернами по сравнению с другими видами круп, такими как гречка или рис. Пшено, получаемое из спроса, обладает богатым содержанием полезных веществ, включая пронтоцианидин, который способствует улучшению обмена веществ и работе сердечно-сосудистой системы. Чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь, ставьте лайк и жмите на колокольчик.